всем привет с вами хана зельцер в эфире всем привет пару пару секунд подошло всем привет всем хорошего вечера хорошего дня сегодня с вами о скажем так большим того про одну историю мы делаем просто огромный огромный вывод который мы возьмем себе на заметку он был а шалом спасибо что вы подключаетесь находите время всем шалом всем шалом ирина подключилась шалом очень рада быть с вами здесь в эфире всем шалом ходит время кто поддерживает вайкру поддерживает всех а поддерживайте что вы подключаете что вам интересно что мы вместе учимся сегодня я хочу начать нашу с вами встречу с потрясающей историей с которой я вот так вот вчера сидела в общем всем шалом значит и однажды один один очень успешный купец приехал к большим тову причем приехал такой скептический со своим другом и он говорит все сюда при все приезжают к либо чтобы у него что-то просить какие-то благословения мне ничего не надо я успешный мне у меня есть семья дети мне все нормально у меня нет вопросов мне всевышний помогает поэтому мне нечего спрашивать у ребы и значит он подходит к большим того и говорит здравствуйте вы знаете а вот я не такой как ваши хасиды я к вам приехал не потому что мне что-то надо шалом всем шалом шалом людмила шалом елена шалом ирина всем привет и значит этот богатый человек говорит по шум того я приехал сюда ольга шалом я приехал сюда не потому что мне что-то надо что я просто приехал на вас посмотреть я очень много слышал да я езжу по многим городом по многим местечкам я торгую и я много вас насыщего вот я хотел на вас посмотреть и тогда больше рот сказал ему у вас есть время послушать одну историю он говорит да и тогда большим тов начал свой рассказ большим дом рассказывает этому богатому человеку рассказ он ему говорит ты знаешь в одном городе росли два друга они с детства росли поддерживали друг друга и вот они выросли они все равно дружили один из них стал очень успешным и богатым и когда второй он был как бы не то что нищим но он скажем так бедствовал и когда ему приспичило там да он хотел что-то начать делать у него не было денег не было как бы средства кормить семью и тогда он сказал но у меня же есть мой друг но мы же с ним дружим с детства он же должен мне помочь и он решил обратиться к своему другу который богатый до который обязан ему помочь потому что это его друг и вот он к нему пришел объяснил свою ситуацию и друг ему говорит конечно конечно я с радостью тебе помогу и сказал и там короче рассказывается что он почти пол того что он имеет пол богатства отдал ему настолько он так любил своего друга что он половину своего состояния дал ему и так они жили дружили и прошло где-то три года и вот этот друг который был бедным он стал богатым а друг который был богатым он стал бедным ну как бы и он думает так мне надо что-то что-то делать да мне надо как-то выбирается отсюда как и он узнал что его друг который был бедным что он может ему помочь да что он на и при деньгах и он подумал ну я же ему помог значит посмотрим он должен мне помочь и так он приходит к своему другу привет так и так объяснил ситуацию все и а друг ему говорит ну извини не могу тебе помочь что такое ну как ну тебя же есть деньги ты помнишь я тебе вообще столько помог и тот говорит нет извини не сейчас у меня для туда еще вложить надо в общем отказался ему помогать то есть тот ему когда-то помог а тот ему отказался помогать окей и проходит время прошло где-то 4 года в сумме до 7 лет и проходит время и опять с ними просто бум случился переворот и тот который был богатым он как бы наловчился да он где-то откладывал где-то зарабатывал потел в хорошие дела вкладывал да и так он стал на ноги уже прочно стояла тот человек он опять обеднел уже ну как бы опять вернулась все на свои места и этот нищий он и как бы думает ну и шо шо я ему прошлый раз не дал но я все равно щас к нему пойду и путь ну а шо он не обязан помочь а как это он мне не поможет и что что я ему не дал надо не смотреть на это мы же все праведные и решил пойти к своему другу и так он пошел к нему и так и так помоги пожалуйста и тот друг он как бы был очень очень с милосердным сердцем он решил ему помочь и он как бы дал ему денег но говорит давай под расписку ты мне прошлый раз не помог давай так мы с тобой напишем расписку что случае если не дай бог мне нужна будет помощь что ты обязуешься мне помочь тут говорит хорошо и написал расписку он еще так папа как бы с пренебрежением отнесся к этой расписке но все и значит проходит время они постарели и попали в небеса оба погибли умерли да и значит в небесах их судят и говорят вот этот вот человек который сначала был богатым он тебе помог потом он стал бедным ему никто не помог потом он стал богатым и он еще раз помог а вот ты ходил нагло к нему за помощью просил и тебе помогали а когда к тебе этот же друг который тебе помогал приходил ты ему никак не помог и потом осмелился пойти к нему еще раз попросить и в общем одного друга отправили в рай потому что он как бы хороший оправдывал его а а второго куда исправляться или в гейна враг в ад и значит ты попал этот враг и и его так ему сердце болит за друга как так как и за что сразу в ад его это ладно я же стал на ноги но мне это так и значит он начал бастовать и он говорит почему ему сразу в ад я не хочу чтобы он в ад я я из я прожил эти испытания я не хочу и как бы сделал как бы балаган на небесах и тогда на небесах сказали хорошо если тебе так сильно хочется то в четвертый раз мы сейчас вас опускаем в этот мир да и если вы проходите испытание если этот человек сумеет помочь тебе да то мы его простим и ну как бы окей дадим ему шанс исправиться и попасть в рай но если нет то как бы нет что мы можем сделать и значит это мы помним что эту историю большим тов рассказывает богатому человеку и говорит большим тов и вот и значит этот богат тот кто которого испытывают он был богачом богатым богатым и вот буквально недавно к нему в дверь постучал очень нищий неопрятный человек ужасно пахнущий и попросил у него еды и вдруг этот купец богатый начал очень сильно плакать он покраснел у него начали текли течь слезы он говорит нет нет я его не выгнал нет он говорит это же вчера это же я и он плачет и как бы слова теряются и он захлеб и он как не может быть нет и он в шоке что эта история про него что действительно к нему постучал бедный человек и тот его прогнал и он говорит и ты знаешь что он умер от голода тот вообще его скручивает как умер как это значит меня пытались испытать я ничего не прошла и как бы да и мы понимаем да он понял что это о нем речь из-за этого он начал плакать оправдываться и большим тов ему начал до рассказывать эту историю и заикаясь этот богач он и начал говорить но как как не как не изменить ситуацию он прям заикаюсь ведь он понял что этот человек уже умер то есть его друг в который прошлой жизни да ему помогал тысячу раз а тот ему нет что он умер и тогда он как мне как мне можно как мне можно это все изменить человека осталась жена и дети есть возможность помочь не только сейчас ему а его семье это еще лучше поэтому иди и помоги его семье и он нашел семью он очень долго из меня изменялся и до конца жизни он помогал этой семье и помогал многим тем кто в этом нуждался вы знаете на этом примере мы можем посмотреть величие нашего творца всевышнего сколько раз мы отказываем ему сколько раз нам сложно сделать какую-то маленькую заповедь да сколько раз мы просим прощения и возвращаемся к всевышним а всевышний он не смотрит на прошло он все равно нас прощает а мы когда к нам что-то кто-то делает не так как мы хотим да или делает не доста не то что мы хотим да или же мы там припоминаем а ты мне там это не сделал так и я тебе не буду да и мы начинаем осуждать людей да вот этот наше эго он не сделал так как я хотел а почему он не сделал так как я хотел а всевышний он настолько безграничен настолько добрый да сколько нам дает возможностей сколько нам шансов сколько он отдает все равно ситуации в которых мы можем проявлять себя лучше да проявлять и проявлять и проявлять и и это просто история она меня настолько встряснула мы же с вами здесь в этом мире мы вернулись просто потому что мы ничего не доделали мы уже были с вами в этом мире более того если мы сейчас с вами общаемся да с чем-то связанный так мы были связаны в прошлой жизни так сейчас мы с вами не доделали какую-то маленькую вещь из этой вещи мы с вами сюда вернулись по-любому эта вещь что-то хорошее для того чтобы нам исправиться и уже быть у да в хорошем месте я не буду говорить точно что это за место да рядом с ашемом и я боюсь даже заикаться за это но если мы с вами здесь так нам нужно не упускать нашу возможность и это огромное огромный труд победить свое эго победить свое непонимание людей да вот это все сломать в себе животное начало и сделать много хорошего потому что мы не знаем в чем именно наши наши здесь испытания да в чем мы должны себя проявить так нужно как можно больше ситуациях делать много хорошего и нужно это стараться это не только слова нужно это делать мышь не просто так в этом мире я вчера от этой истории просто я говорила ну как но несправедливо ну как и давайте мы будем стараться делать просто добрые вещи говорить добрые вещи делиться добрыми вещами до помогать тем более нашим друзьям да в общем спасибо большое всем нам много благословений что всевышний нам посылал меньше испытаний да больше благословений в нашей семьи всему народу израилю кому что нужно кому нужно мир в семье кому нужно здоровых деток побольше кому нужно богатство в изобилии кому нужно мудрости и радости да вот это часть чувство счастья любовь кто ищет пусть найдет пусть просто будет много благословений но и мы не забываем делать приятное ашему и всевышнему и многие благословения всевышний людям посылать через нас так давайте будем делать эти благословения друг другу и скажем амин и пусть машех поскрип придет спасибо вам всем большое за этот урок я я очень люблю эфиры с вами спасибо за эту возможность спасибо воикра спасибо вам вот я вас всех люблю спасибо большое всем пока хорошего вечера